Хроники Нарнии Серебряные кресла Автор сценария Алан Сеймур Продюсер Пол Стоун Режиссер Алекс Кирби Пятая серия Мы никогда не вернёмся в наш мир. Нас похоронят здесь, глубоко под землёй. Спокойно, Пол. Но пока всё нормально. Разве не помнишь? Мы должны были попасть под разрушенный город. И попали. Скорее всего, мы точно поднимем. А это значит, что мы следуем инструкциям Аслана. Смотритель! Господин Смотритель. Меня зовут Мулугут. Господин Смотрите, а кто-нибудь ещё из нашего мира сюда попадал? Многие попадали. Знаю, и немногие возвращались. Странно. Могло быть и хуже. Если они не чувствуют вкуса пищи, значит и нас есть не будут. Нормальные ребята. Кажется, мы никогда не приплывём. И остынемся под землей навечно. Я уже почти не помню, какое солнце. Вот бы небо увидеть. Давайте поиграем, чтобы время убить. Забудьте об играх. Вспоминаем знаки. Да, как ты говорила. Третьим знаком было следовать указаниям надписи. Так мы и сделали, и попали сюда. Четвёртое. Что же четвёртое? Первый и единственный человек в нашем путешествии должен попросить нас сделать что-то ради Аслана. И мы должны подчиниться. Вряд ли мы встретим его здесь. И мы должны подчиниться. Утбивнен. Третья. Утбивнен! Третья. Утбивнен. Третья. Уберите руки! Не трогайте меня! Поторапливайтесь! Что это за место? Куда вы нас ведете? Многие в подземный мир попадали? Да немногие возвращались. Свет! Это ваш свет! Не все здесь голубое и убрюмое. Нет, говорю вам, королева уехала по какому-то важному делу. Единственное, что мы можем сделать с этими путниками, это... Ты или это, старина Малугут? Кто это с тобой? Незнакомцы, сэр. Создание... Сверхнего мира. Сверхнего мира? Немедленно приведи их ко мне. Ваше высочество не забыла, что королева? Я считаю, что моему высочеству надо подчиняться старой мямле. Веди их сюда! Сверхнего мира. Добро пожаловать в мою... Боже, я уже видел вас и вашего спутника прежде. Разве не вы трое встретились мне на границе с Этинсмором, когда я скакал туда, сопровождая Миледи? То есть вы и были тем молчаливым рыцарем? Да. А та дама значит королева подземного мира. О чём же она думала, когда посылала нас в тот залог на съедение великанам? Мы не сделали ей ничего плохого. Как смеешь ты говорить о королеве подобным образом? Готовься к смерти. Стойте. Он ведь только ребёнок. Хочешь умереть вместо него? Не очень. Но если перед вами стоит выбор, кого из нас убить, лучше убейте меня. Хорошо сказано. Если бы ты не был так молод, я бы убил тебя. Я никому не позволю оскорблять мою госпожу. Что бы она ни сказала, она имела доброе намерение. Не может быть. Она должна была... Молчать! Она сама добродетель. Когда вы познакомитесь с ней, вы её полюбите. Кстати... Что вам нужно в глубинных землях? Пожалуйста. Мы пытаемся найти принца Нарния. Нарния. Рилен? Нарния. Странное название. Нарния, что это за место? Никогда о нём не слышал. Это должно быть за тысячи миль от тех мест, которые я знаю. Что за странная фантазия искать этого, как его, Биллиана или Триллиана в царстве моей госпожи? Насколько я знаю, здесь никогда не было такого человека. Нам сказали найти сообщение на камнях разрушенного города. И мы увидели слова «Подо мной». А «Подо мной» — это здесь, более или менее. Вас вели в заблуждение. Миледи дала бы вам лучший совет, спросила её. Эти слова — всё, что осталось от длинной надписи, сохранившейся ещё с древних времён, которые она прекрасно помнит. Эта надпись гласит следующее «Хотя я без трона и под землёй, пока я живу, земля подо мной». Вы должны знать, что я очень несчастный человек. Моя госпожа и королева сказала, что никто не должен видеть моё лицо до тех пор, пока не сойдёт заклятие. Стража, принесите вина и земную еду для моих гостей. Прошу садиться, господа. Работайте лучше. Я намерена прорваться в верхний мир. Как можно скорее. Вы должны понять, друзья мои, что я ничего не знаю о том, кто я и кем я был в прошлой жизни. Я не помню время, когда я не жил в царстве королевы. Но думаю, что она привела меня сюда, чтобы спасти от злого заклятия. Пустой бокал в остановке и позволю обновить. Мы с королевой иногда ездим в ваш мир, чтобы глаза мои привыкли к дневному свету. Но забрало должно быть опущено, и я не должен ни с кем разговаривать. Что за заклятие на вас наложили? Не знаю. Каждый вечер, в определенное время, я становлюсь другим человеком. Меня переполняет ярость. И я готов убить даже лучшего друга, если он подойдет ко мне близко. Ужасные заклятия одному с ним не справятся. Но сила ее величества безгранична. И я освобожусь от этой проклятой маски и заклятия тогда, когда, будучи королем подземного мира, получу в жены принцессу из верхнего мира. Ради интереса, где сейчас королева? Как раз там. Она инспектирует копателей. Скоро. Скоро тонкая поверхность земли будет проломлена. И под руководством королевы я поведу в атаку тысячи подземных жителей. Я уничтожу короля страны, что над нами, и без сомнения, в течение суток, стану их королем. Не повезет им. Однако ты догадлив. К слову сказать, мне это и в голову не приходило. Но я понимаю, о чем ты. Разве не смешно думать о том, что все они занимаются своими делами и знать не знают, что под их мирными полями и лугами ждет своего часа великая армия? По-моему, это не смешно. Из ваших слов следует, что вы станете злой терапией. Что? Наша маленькая девочка, оказывается, разбирается в политике. Не бойся, сладкая. Я буду править по совету моей госпожи, которая станет моей королевой. Ее слово – закон. Стража! Стража! Друзья, мой час близится. Так стыдно, что вы увидите меня. Но я жутко боюсь оставаться один. Что должно случиться? Пойдемте. Пойдемте. Серебряное кресло. Какое красивое. Красивое. Под его чарами я впадаю в ярость. Останьтесь со мной. По правде говоря, никто не должен быть здесь со мной, когда чары начинают действовать. Никто, кроме королевы. Но так как она уехала, сможете остаться. Мы бы с радостью. Но стража напугала нас. И когда они поймут, что мы… Стража! Идите к маленькой двери, она ведет мои личные покои. Ждите там. Стража! Стража! Может, пойдем к нему? Нет. Лучше не надо. Подумайте. Я уверен, что королева – ведьма и наш враг. Здесь стоит сильный запах опасности, магии, лжи и предательства. Нам надо знать все, что происходит. Я за то, чтобы вернуться. А-а-а! Заходите, друзья. Чары ещё не до конца овладели мною. Не шумите, а то я сказал надоедливому смотрителю, что вы спите. Послушайте, пока я ещё в себе. Когда мной я владею чарой, я буду умолять, запугивать и упрашивать вас развязать верёвки. Мне сказали, что я обычно так делаю. Я буду клясться всем самым дорогим и ужасным, но не слушайте меня. Пусть ваши сердца окаменеют, а слёзы высохнут. Пока я связан, вы в безопасности. Но как только я встану с этого кресла, я превращусь в змею и убью вас. Не бойтесь, мы не горим желанием биться со змеями. Будьте осторожны. Никто не знает, что я скажу, чтобы освободиться от пуд. И помните, вы потлялись, чтобы я не сказал, вы не развяжете верёвки. Будьте уверены, не развяжем. Всё равно надо быть осторожными. Он очень коварен. Чёрнота! Тьма хоронит меня! Чары закапывают меня в чёрную тень! Снова тьма! Пожалейте меня! Пожалейте! 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 Мерси! 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 Скорее! Сейчас я нормальный. Каждую ночь я прихожу в себя, и это единственное время, когда я нормален. Если бы только я мог встать с этого кресла, Я навсегда бы избавился от чара, и снова стал бы нормальным человеком. Но каждую ночь меня связывают, и у меня не остаётся ни единого шанса. Вы не враги мне. Пожалуйста, быстрее развяжите верёвки. Прошу вас, умоляю. Я, наверное, сказал, что если вы меня освободите, я приду в ярость и убью вас. По вашим лицам вижу, что это так. Это ложь! Именно в этот час я в своём уме. А в остальное время я заколдован. Вы не колдуны. Вы не из подземного мира. Разрежьте верёвки. Разрежьте верёвки. Надеюсь, они прочные. У вас каменные сердца. Вы смотрите на несчастного, который страдает больше, чем любой из смертных. Время идёт. Спасите меня. Потому что, когда пройдёт час, я снова стану одурманенной игрушкой этой дьявольской колбели. И эта ночь единственная из всех, когда она уехала! Вы лишаете меня шанса, которого может больше не быть! Кто-то ведь послал вас ко мне в эту ночь! Нет! Почему бы мы подождали в другой комнате? Помогите! Помогите! Дайте мой меч! Не в жизни! Если вы освободите меня, я отомщу королеве и её людям так, что месть моя останется в памяти людей на тысячу лет! Я не лгу! Берёв! Однажды я разорвал милёвку, но ведьма была рядом. Сегодня она вам не поможет! Освободите меня, и я стану вашим другом, если нет, смертельным врагом. Последний раз умоляю, освободите меня. всеми страхами и любовью ясным небом наземного мира, великим любом, самим Асланом. Прошу, помогите. О, нет! Боже! Это знак! Это знак! Нет! Это слова знака! Что же нам делать? Неужели Аслан действительно хотел, чтобы мы развязали этого свирепого психа? Знать бы. А мы знаем. Аслан не говорил Полу, что случится, если она послушается знака. Он просто сказал, что она должна это сделать. Этот парень может убить нас, если мы его освободим. Но это не даёт нам права ослушаться Аслана. Аслан... Аслана... Ненавижу! Умри, орудие колдовства, чтобы госпожа твоя никогда не использовала тебя против другой жертвы. Что это? Неужели я вижу квакля-бродякля? Настоящего честного нарнийского квакля-бродякля? Значит, вы слышали о Нарнии. Можете быть уверены, потому что я Риллиан, принц Нарнии. О, Ваше Королевское Величество, мы пришли специально для того, чтобы найти вас и отвезти домой. Кто же вы, освободители? Я Юстас. Отец когда-то говорил о тебе. А я Паул. Джил. Паул. Я перед вами тремя вне оплаты долгом. Но скажите, мой отец, все еще жив? Он еще жив. Милорд жив, но стар и слаб. Извините, но нам лучше поспешить. Здесь нужна хитрость. Кто из вас посмел уничтожить серебряное кресло? Отец. 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 Отец.